добрый вечер очень рада снова стать вашим гостем очень много произошло разных событий но тем не менее важно что мы что-то планируем и наши планы реализуем большое спасибо что я снова стала спикером немецкого читального зала и сегодня очень интересная тема это о том как переводить философские тексты и мы взяли очень известного и значимого философа иммануила канта который писал свои сочинения еще в 18 веке но до сих пор остается очень востребованным философом и как оказалось не только для философов не только для студентов которые изучают и сдают философию но и для переводчиков и почему это так вот я сегодня расскажу то я предлагаю что я сейчас расскажу что приготовила и потом если будут какие-то вопросы мы обсудим так меня слышно да нормально хорошо вообще кто-нибудь читал канта есть такие уже гости нет и у меня еще тогда вопрос или на а вообще у вас контракт вставлен в библиотеке на немецком или нет до сих пор как у вас достаточно да а Это здорово, что когда есть не немецкие, а русские. Мы всегда делаем общую подборку, что есть на разный результат, и возможность такая была. Да, нужно приехать к вам и сделать такой интеллектуальный эскейп, да, сидеть и читать. Да, это здорово. Да, читать, я думаю, знает, что это всегда философия, он писал философские тексты, создавал свою философию, которая потом еще долгое время и до сих пор осмысливается, интерпретируется, и очень много дебатов проводится о том, что он написал. Переводчики дебатируют о том, как это все переводить, и не только переводчики, но и сами философы, то есть бесконечно уточняют те термины, которые он вводил. И вообще философия Канта, она представляет собой сложнейшую систему мыслей, которая возводится вокруг невероятного количества различных категорий, понятий и терминов. Это важно знать, почему? Потому что когда мы вдруг студенты, которые изучают немецкий язык, или люди, интересующиеся немецким языком, вдруг приходят к мысли, а почему бы мне не почитать что-то на языке оригинала, а почему бы не взяться за томик Канта. Или, например, с такой проблемой сталкиваются те, кто поступает в аспирантуру, и им на вступительном экзамене нужно, на вступительном, на выпускном экзамене обязательно нужно будет прочитать какой-то текстик, да, и по специальности, если это специальность философия, то часто попадаются тексты именно философского плана. И сегодня мы взяли Канта как пример, но вот эти правила, которые мы сегодня обсудим, как читать философские тексты, они применимы к чтению и других философов. Но Канта – это такой яркий пример сложности прочтения текста философского содержания. Ну и поэтому мы его выбрали в заговорах. Это не значит, что других философов читать легче, но Канта, на мой взгляд, это номер один по сложности, и в том числе по интересности с точки зрения лингвистического анализа этого текста. Очень важно понимать, когда мы принимаемся за чтение, например, кантовских произведений, обязательно, вот Елена сказала, что есть книги, обязательно нужно смотреть, в каком году эта книга вышла. То есть мы понимаем, что Эммануил Кант жил в XVIII веке, и когда он создавал свои философские произведения, то эти произведения, они откликались потребностям той эпохи, в которую эти тексты были написаны, и тем проблемам, которые стояли перед тогдашней философской наукой. Потому что, почему я об этом говорил, то есть когда в свое время я работала с аспирантами, и сама даже переводила тексты, ты начинаешь читать, и вот эта сложность стиля, сложность написания, она настолько разнится с современным языком, что когда ты приступаешь вообще даже к прочтению, то есть чтобы просто даже физически прочитать то или иное предложение на немецком языке, нужно приложить большие усилия, чтобы дойти до точки, то есть прочитать одно предложение. Потому что Кант, как великий ученый, он не мог коротко излагать мысли, и, конечно, в каждой мысли, сегодня мы с вами просмотрим некоторые примеры, в каждом предложении заложено огромное количество конструкций, посредством которых Кант выражает сложность той мысли, которая у него была в голове. Потому что любые мысли мы все перекладываем на язык, и потом эти мысли становятся уже текстами, и люди начинают их читать и интерпортировать. Поэтому, когда мы начинаем читать сложные произведения, то обязательно нужно вспомнить о том, что в каком году, в какую эпоху эти тексты были написаны, и даже почитать что-то об этой эпохе, почитать, как создавались те или иные произведения. Это будет помогать в понимании. И часто читатель, когда начинает читать сложное произведение, он сталкивается с тем, что, особенно если мы читаем на иностранном языке, если мы что-то не понимаем, мы начинаем сомневаться в себе, в своих знаниях. Но когда мы будем с вами читать Канта в оригинале, не сомневайтесь, это будет в любом случае сложно, как человеку, который совсем недавно начал изучать языки, и вдруг захотел познакомиться с творениями великого философа, так и для выпускника лингвистического вуза, и для переводчика. Даже чтобы перевести философские произведения, нужно действительно быть очень высококвалифицированным переводчиком, не только переводчиком, то есть не только знать, как язык функционирует, как система, но и что-то еще понимать философии, потому что, например, уточнение, как я уже сказала, уточнение многих понятий, которые Кант вводил, и которые переводились, естественно, уже после его смерти, и в то время, когда его книги издавались, и возникла потребность перевести на другие языки его произведения, то как раз уточнение тех или иных понятий происходит до сих пор. Есть некоторые редакции, написанные, вот когда я готовилась тоже к лекции, я нашла несколько диссертаций только в России, которые были из статей очень интересных, посвященных уточнению перевода тех или иных терминов, то есть где прямо идет очень большой анализ, как переводились важные философские понятия в XIX веке, в XX веке, и все-таки как стоит их сейчас переводить с точки зрения современной философской науки. Поэтому, когда мы с вами захотим прочитать оригинальное произведение, то я думаю, что вот это знание, что переводить, писать эти тексты философские, я думаю, что и Мануилу Кантуеву было сплошное удовольствие, потому что это была его любимая деятельность, но я думаю, это тоже было очень непросто, именно в слово, при помощи слова свои мысли оформить. Потом эти тексты интерпретировать, понимать, это тоже непросто, это тоже большой труд читать тексты Канта. Как на русском языке уже готовим переводить, так и, естественно, на языке оригиналом. А переводить это еще большая сложность. Но тем не менее, у нас есть великие произведения, и мы хотим их прочитать, их хотим перевести. И вот относительно философских текстов, это очень любопытно, возникло понятие, такое понятие, как квалифицированный читатель. То есть, естественно, есть и квалифицированный переводчик, но не только с точки зрения, что у этого переводчика есть диплом, но и с точки зрения того, что, например, если мы сейчас про переводчика говорим, что этот переводчик, он способен перевести кантовский текст в соответствии с кантовской терминологией. То есть, той терминологией, которую он вводил. И, естественно, когда мы переводим текст, то мы должны владеть пониманием вообще, что такое кантовская философия, в чем она заключается, чтобы перевод не противоречил самой идеологии, самой философии автора. И есть такое понятие, замечательное, квалифицированный читатель. То есть, когда читатель способен понять то, что замыслил великий ученый. И, конечно же, ты становишься квалифицированным читателем, например, таких сложных текстов, которые создал Эммануэл Кант в процессе. То есть, нет готовых квалифицированных читателей. Есть люди с философским образованием. Я думаю, им легче читать в силу своей начитанности, в силу понимания, как функционирует философия, как и наука. Но если мы интересуемся с вами философскими текстами, если нам вообще интересна философия как предмет, то вас не должна страшить будет именно сложность этих текстов. То есть, постепенно, шаг за шагом, мы становимся квалифицированными читателями такого сложного направления, как философские тексты, в том числе, если мы его дурочно начинаем с вами читать на языке оригинала. И очень любопытно, что когда появились первые переводы, а первые переводы философских текстов Канта появились уже во второй половине XIX века, то есть, когда произведения Канта нашли очень большой отклик в России, и стали переводиться тексты, определенные ученые приезжали в Германию, учились у последователей Канта. И вот это все позволило тому, что наследие Канта, оно прижилось в России и стало развиваться. И довольно качество переводов, которые появились во второй половине XIX века, до сих пор считается очень хорошим, считается образцованным. Поэтому, когда вы будете смотреть даты переводов, ориентируйтесь на это, потому что это как раз, во-первых, похоже, то есть, это еще не так много времени прошло после того, как тексты были написаны. И, конечно же, тот дух, который витал вокруг тех произведений, тех идей, которые были написаны Кантом, он в том числе также откликался и в понимании тех терминов, которые в итоге переводились на русский язык. И очень интересное открытие сделали переводчики, которые занимались переводом произведений, что русский язык, это был тоже один из первых опытов перевода сложных текстов на русский язык, что русский язык, мы знаем, что русский язык обладает невероятной пластичностью, красотой в художественных произведениях, но и работать с философскими текстами, как по мнению, и вот потому что оставили в предисловиях переводчики того перевода, было очень комфортно, что русский язык, он также обладает определенной философичностью и позволяет очень сложные понятия подобрать к ним точные термины, которые позволяют передать идеи Канта. Потому что мы знаем, что при переводе любых текстов всегда возникает у переводчика, с одной стороны, соблазн интерпретации текста, а с другой стороны, может, если переводчик не совсем понимает, о чем произведение, если у него не откликается это в душе, если он именно просто переводчик, но не совсем понимает профессиональный контекст, то тогда часть содержания может быть потеряна. И, конечно же, тогда сложно говорить о том, что этот перевод является качественным для последующих специальных целей, то есть, например, для ученых и так далее. Поэтому, когда вы смотрите переводы таких сложных текстов, обязательно смотрите, кто переводил, какая-то редакция. И вот то, что касается Канта, то во многих статьях отмечается, что качество переводов именно XIX века, которые были сделаны в XIX веке, они очень хорошие. Позже Канта переводили не так часто в силу определенного отношения к нему, но, тем не менее, есть и также очень хорошие переводы, сделанные в советское время и уже в 90-е годы. И здесь есть очень такой интересный момент. И почему я подробно об этом говорю, потом сейчас скажу об этом, что каждый перевод именно профессиональный, глубокий, на который переводчики потратили много времени с научной редакцией, то есть, когда переводчик консультируется со специалистами, то каждый перевод – это некое понимание кантовского наследия именно к тому моменту, когда перевод делался. Это очень любопытно. То есть, это не значит, что, например, если перевод сделан в 60-е годы, либо в 90-е годы, он будет значительно хуже. Нет, ни в коем случае. Но любопытно сравнить, как переводили кантов в те или иные года именно с точки зрения понимания в контексте того времени, когда перевод делался. И вот это очень любопытная история. Но она, конечно же, интересна будет тем, кто любит вот такие вопросы перевода. Но и также вам, если вы затеяли историю с прочтением канта в оригинале, то, конечно же, вы можете также обращать внимание, в какие годы это произведение было переведено, кем это было переведено, и обращать на это внимание, как бы делать себе пометку, если вы будете читать это именно на русском языке, что перевод, сделанный, например, в конце 19 века, он соответствует пониманию переводчика кантовского его текста именно в контексте того времени, когда перевод был сделан. И, конечно же, это такое прекраснейшее историческое погружение в ту эпоху, когда сначала был написан текст канта, а потом еще переведен, и как люди в то время понимали такие сложные понятия, которые вводил Кант в своих философских текстах. Еще одна сложность перевода, с которой сталкиваются как читатели, так и специалисты, она заключается в том, что когда Кант писал свои тексты в 18 веке, то как такового философского языка с понятийным аппаратом на немецком языке не существовало. Он только становился, он был в фазе становления. И поэтому, чтобы читатели правильно понимали, что Кант вкладывает то или иное понятие, то немецкие тексты, они изобилуют словами на латинском языке. И сейчас, конечно же, во мной в более поздних изданиях кантовских текстов издатели делают очень много примечаний. И вот эти примечания я рекомендую читать. Почему? Потому что как раз благодаря тому, как издатели делают более современное издание философских текстов великого ученого, они издают с точки зрения современного читателя, чтобы современному читателю было более комфортно читать этот текст и понимать прочитанное. Поэтому, если вы видите там какие-то примечания, то не поленитесь, почитайте. Это как раз то или иное примечание, оно поможет вам понять ту мысль, которую оформировал Кант, и как он ее оформлял уже при помощи слов. То есть это поможет вам именно в понимании текста. И это тоже важно знать, что почему, зачем Кант применял так часто латинские термины. То есть потому что еще не было современного философского языка, тем более Кант создавал свое новое понимание тех или иных терминов. И, конечно же, когда ты создаешь что-то новое или что-то новое появляется в жизни, то язык ищет, и мы как пользователи языка, мы ищем подходящие слова для обозначения того или иного предмета. Поэтому многие слова, они как бы создавались Кантом для обозначения того, что он придумал, того, что он разрабатывал, как ученый, как философ. И это та сложность, с которой сталкиваются читатели и студенты, когда сейчас, особенно современное поколение студентов, оно избаловано наличием цифровых переводчиков. И всегда есть таблазн взять слово, да, и его загуглить, либо его ввести в цифровой переводчик, в нейросеть. И как раз здесь мы спотыкаемся на то, что многих терминов, которые создал Канта, их нет. То есть их нет перевода. Потому что эти слова именно принадлежат языку Канта, но они не стали частью современного немецкого языка. То есть это философские понятия, которые нужно интерпретировать, нужно понимать, и для себя как-то объяснять, что это такое. И вот я хочу провести пример. Например, есть такое понятие, как ding-an-zig, и сломано огромное количество копий, как перевести все-таки это важное понятие философское. То есть, например, есть переводчики, есть варианты перевода, когда это переводится как «вещь в себе», либо «предмет в себе», либо «вещь сама по себе», либо «вещь для самой себя», либо «вещь для себя». Вроде как бы все речь об одном и том же, но для философов, для философского понимания именно того, о чем говорит Кант, вот такие детали, которые, ну, вроде бы, какая разница, либо «вещь в себе», либо «предмет в себе», либо «вещь для самой себя», но они являются решительными. И есть очень много уточнений, именно даже не с точки зрения переводчиков, переводчиков как специалистов, а именно философов, что нет, все-таки правильнее понимать это как «вещь для себя», а другие говорят «нет», это правильнее все-таки понимать как «предмет в себе». Потому что как мы переведем, исходя из этого, возникают интерпретации уже в контексте того, о чем пишет Кант, объясняя той или иной явлением. Или, например, есть два слова «цванг» и «нёртигунг». И в современном русском языке «цванг» – это принуждение. Однако в контексте философских произведений, когда используются эти два слова, то выясняется, что, например, «цванг» – все-таки это принуждение к поступку, к какому-то неохотному поступку. А «нетигунг» – это принуждение без каких-то внутренних мотивов. А потом выясняется, то есть был проведен анализ, что часто вот эти два слова «цванг» и «нёртигунг» – Кант использовал как идентичное понятие современному слову просто «принуждение». И тогда, конечно же, возникает вопрос интерпретации. И так как, опять же, как я сказала, что философский язык был в фазе становления, и часто многие слова, вот как в этом примере, они использовались как синонимы. И, конечно же, для переводчиков, для интерпретаторов философского наследия Канта это создает определенную сложность. Но для внимательных читателей, для исследователей, я бы даже сказала, если они уже читают философское наследие последовательно, то есть как оно создавалось, то, конечно же, вот такие ремарки, такие вещи, они отмечают. И для нас, для тех, кто, так скажем, не квалифицированных читателей, но для тех, кто хотел бы попробовать свои силы и свои знания в чтении Канта, это тоже важно понимать и не фрустрироваться, то есть не бояться того, что, ой, я вот, ну, например, выписал два слова, цванку, но эти современные слова мне дают это как одно слово принуждение. То есть тогда пока просто для себя взять основное значение этого слова и читать дальше, то есть дальше путешествовать за мыслью автора, как бы понимая все-таки, в общем, о чем речь. Потому что, если наша задача не стоит в таком философской интерпретации текста, а стоит задача в понимании того, что написал Кант, и посмотреть, как применялся немецкий язык в ту эпоху, как автор создавал свои философские произведения при помощи тогдашнего немецкого языка, то есть это такое, знаете, некое очень увлекательное интеллектуальное путешествие в прошлое, то достаточно знать значение, главное значение того или иного слова, но как бы в уме держать, что возможно именно для автора в той или иной статье не было разницы между, вот, большой разницы между этими словами, потому что возможно он использовал их как синоним. Здесь я предлагаю неквалифицированным читателям, а тем, кто в начале пути философского наследия Канта не создавать стресс, не бояться, а смело читать и учитывать вот эту специфику. Еще важный момент и сложность чтения текстов Канта заключается в том, что Кант, ну как великий ученый, гуманитарий, философ, он не мог писать просто, как я уже сказала, коротко, коротко и ясно. И он писал сложными конструкциями, то есть когда мысль накручивается, да, и, например, чтобы ее перевести, тебе фактически нужно сначала вообще разобраться, где разделить это длинное предложение на главное предложение, то есть выделить, сделать такой грамматический анализ, где у тебя главное предложение, где предаточное, к чему эти, к какому главному предложению эти предаточные подчиняются, какая последовательность у этих предаточных предложений друг к другу, да. И я помню в свое время, когда училась в аспирантуре и переводила вот такие тексты, мы прямо сидели с карандашиком на уроках и анализы текста и прямо писали, там цифра 1, это главное предложение, тут цифра 2 подчиняется, потом стрелочку, это предаточное как бы продолжение мыслей вот этого предаточного, это было абсолютно потрясающее занятие, задание, потому что ты при помощи такого уже анализа, да, ты вот следуешь за мыслью автора, а у него это было в голове, он это писал, да, от руки, потому что тогда же не было никаких печатных устройств, и это невероятно. То есть, конечно же, это может, наверное, с точки зрения современного процесса чтения, это может показаться очень затратным, очень нудным, вот сиди, сиди и разбирай, что он там напридумал, да, но если мы на это посмотрим, как на некое такое интеллектуальное удовольствие, на интеллектуальную радость, когда ты при помощи знаний немецкого языка, знаний грамматики, знаний слов, побеждаешь, как бы, автора, именно понимаешь, как он сформировал мысль, вы знаете, ты получаешь такое невероятное удовольствие, вау, я понял, я разобрался, что к чему здесь относится, и потом ты начинаешь переводить, и у тебя получается невероятный складный текст, может быть, не идеальный от литературного текста, от литературного перевода, но свой текст, именно то, как ты понял мысль автора, именно то, как он заложил ее в это сложное предложение, там, длиной страницы, да, то есть бывает у него предложение длиной полстраницы, или там такие абзацы, это только одно предложение, и вот это невероятная интеллектуальная радость, знаете, так расшифровать то, что было зашифровано в философский язык, философским немецким языком XVIII века. Поэтому, когда мы читаем философские тексты, самое главное, не нужно быть строгим к самому себе, с точки зрения, что нужно понять абсолютно все, да, все-таки философия это наука, когда мы интерпретируем мысли автора, а с другой стороны, это мысль, которая складывается из другой мысли, да, и потом рождается некая еще третья или четвертая мыль, и таким образом собирается некий философский взгляд на то или иное явление, которое автор формирует и уже облекает слова и букву. Поэтому здесь важно, когда мы читаем философские тексты, запастись временем, запастись терпением и посмотреть, если мы читаем на языке оригинала, посмотреть на то, что написано автором, также с точки зрения разбора того или иного предложения, да, чтобы, чтобы, ну, хотя бы начать, чтобы приступить к тому, чтобы начать переводить, вот, потому что переводить мы можем только тогда, когда мы разобрались, а где у нас главное предложение, а где придаточное предложение, а в этом главном предложении где подлежащее, где вказуемое, зачем это нужно делать, чтобы как раз не потерять мысль, потому что когда ты начинаешь, то есть иногда я замечаю, что студенты начинают переводить сплошняком, то есть все слова сплошняком перевели и потом говорят, ну, что за пара кадабра, что вообще за ерунда, что он тут насочинял, и я говорю, стоп, давайте, вот мы все слова перевели, а теперь мы будем их согласовывать, подлежащее засказуемое, главное предложение с придаточным, это придаточное с тем придаточным, да, и вот когда мы находим логику, да, через грамматическую структуру, потому что для нас немецкий язык это иностранный язык, и конечно, мы изучаем иностранный язык всегда через структуру, через понимание, через правила, через понимание, как язык функционирует, и вот когда мы расшифровываем, да, грамматический код философской, великой философской мысли Эммануила Канта, то это нам помогает как раз проследить за тем, как же формировалась мысль в уме великого ученого, и тогда мы делаем вывод, вау, да тут какая кладезь мудрости заложена, хотя в начале, когда мы все это сплошненько перевели, казалось, это какой-то, ну, набор слов и все, и ты не можешь понять, что же было сказано. Еще одна сложность, с которой отталкиваются читатели, непрофессиональные переводчики, непрофессиональные философы при прочтении текстов Канта с тем, что многие слова уже устарели, либо эти слова, или эти слова сейчас относятся словарями к такому возвышенному стилю, да, то есть это слова, которые очень редко используются, это письменный язык, это устаревший язык, и даже некоторые современные словари уже эти слова не фиксируют, и поэтому важно также найти хорошие слова, и вот в немецком читальном зале есть замечательные словари, где маркируются слова с частотой применения, стилистическими какими-то пометками, они тоже очень важны. Но когда нет времени идти в библиотеку, или, например, у нас в Иркутске нет такой замечательной библиотеки, то можно всегда воспользоваться онлайн-ресурсом, есть очень хороший онлайн-ресурс duden.de, и есть словари duden в печатной форме, и там всегда можно найти даже устаревшие слова, которые переводятся, либо дается понимание, как эти слова можно на современном языке уже перевести. Поэтому не пугайтесь старых забытых слов, также восприните это как путешествие в прошлое немецкого языка, и посмотрите, как раньше люди высказывались. То есть когда мы читаем русские тексты 18-19 века, это тоже не современный русский язык, но это всегда такое потрясающее путешествие в прошлое, как люди говорили, как они объяснялись, какие формы грамматические они использовали, чтобы оформить свою мысль. Это тоже учит нас о том, что же было раньше, и мы очень начинаем многое понимать с точки зрения современного языка. Вот, например, есть такой термин, как «глюк зелихкайт». И вот этот термин в переводах 19 века, это термин, введенный Кантом, это слово переводилось как «блаженство» в его философских текстах, когда он применял это слово. Хотя само слово состоит из слова «глюк счастье» и «зелихкайт» как «высшее счастье», «блаженство». И в то время это слово перевели как «блаженство», потому что именно в то время оно означало сочетание этих слов как «высшее», некое «высшее счастье». И в то время оно так и понималось. Однако, например, уже современные переводчики отмечают, что современный русский язык уже не отражает то понятие, которое было, то есть ту мысль, которую заложил Кант в это слово. То есть когда мы в современном русском языке переводим как «блаженство». И это означает о том, что перевод этого слова он должен быть уточнен. Поэтому, когда, например, вы сталкиваетесь с такими словами, то попробуйте вот это длинное слово, то есть если вы, например, перевели «глюк за лихканты», например, вам словарь дал «блаженство», но вы прочитали предложение, и у нас уже современное понимание слова «блаженство». Можно посмотреть, а как «блаженство» понималось, например, в XIX веке, когда переводилось это слово. То есть на тот момент, когда был сделан перевод, если вы пользуетесь переводом, например, читаете, используете перевод того или иного слова в той эпохе, то есть как в ту эпоху понималось слово «блаженство». Посмотрите его интерпретацию на русском языке. Это тоже может дать ключ к пониманию того, что закладывал Канту в то или иное понятие. Потому что современное понимание слова «блаженство» может отличаться от того понимания, которое закладывалось в XVIII веке, например. И, конечно же, это нам не поможет в понимании великой мысли. И вот об этом тоже говорят многие переводчики и философы при уточнении тех или иных понятий уже в современном русском языке. И, например, сейчас говорят о том, что вообще это слово стоит переводить как состояние счастливости, состояние умиротворенности, удовлетворенности духа. И, конечно же, это сейчас идет с разрезом в понимании того, что мы понимаем над словом «блаженство». И таким образом это так называемый не совсем хороший друг переводчика, когда мы понимаем неправильно и можем интерпретировать неправильно и сделать неправильный вывод. Поэтому если вы видите, вы начинаете читать, и перевод того слова, которое вы нашли, вас интуитивно не удовлетворяет. Тогда посмотрите, а как раньше то или иное слово, которое вы сейчас переводите, например, онлайн-переводчик дал перевод «блаженство». Окей, но вас как бы внутренне не удовлетворило этот перевод. А посмотрите, как слово «блаженство» понималось, например, в 18 веке, когда Кант писал об этом. Может быть, интерпретация этого слова, объяснение этого слова в 18-19 веке, оно вас приблизит к пониманию того, о чем писал великий философ. Это тоже сложности перевода, я бы даже сказала муки-переводы, но они такого высокого интеллектуального уровня, когда если ты вдруг понимаешь все-таки, о чем говорил автор, то ты испытываешь настоящую интеллектуальную радость. И это, конечно же, замечательно. Также еще, ну, я уже об этом говорила, что сложно, когда читаешь тексты Кантус, конечно же, русский язык тоже накладывает свои особенности. И немецкий текст, он организован совсем по-другому. И когда мы начинаем для себя хотя бы переводить на русском языке, то различия между языками, они тоже играют свою роль. И это мы тоже должны не забывать. То есть когда мы пытаемся прямо дословно перевести, что написано, особенно в философских текстах, то есть, ладно, когда это технический текст, где техническая мысль, она всегда точна, она должна быть точна, да. А философский текст – это текст больших понятий, которые автор пытается объяснить, да, интерпретировать, показать, в чем именно заключается смысл. И, конечно же, эти тексты очень сложно переводить дословно. Их, конечно, можно, но зачастую это получается такая абра-кадабра, вот, которая тебя как читателя начинает очень сильно раздражать. Вот, поэтому здесь не забывайте, что когда мы переводим для себя на русский язык, то именно читая философские тексты, нам нужно стремиться к ясности, к пониманию того мысли автора. То есть как бы, я, например, когда читаю философские тексты, я стараюсь представлять автора, да, например, здесь в данном случае Мануила Канта, что это мой интеллектуальный собеседник. Да, то есть не просто это имя, написанное на обложке книги, а это мой интеллектуальный собеседник. И моя задача понять, о чем же он хочет, что же он хочет мне сказать, написав то или иное произведение. Но зачастую ты одномоментно не можешь прочитать произведение, обычно там хотя бы в том абзаце, за который ты сейчас схватился, чтобы почитать и проверить свои знания немецкого и свое понимание языка относительно того времени, в которое было произведение написано. И это очень любопытно. И вот это представление, что я разговариваю с Кантом при помощи его текста, мне лично помогает в переводе его мысли, того, что он хотел сказать, написав то или иное длинное бесконечное предложение с большим количеством ремарков. То есть это такая, знаете, как некая интеллектуальная беседа с большим количеством отклонений в разную сторону, отвлечений на какие-то интересные моменты. И вот когда ты это представляешь как беседу, то уже даже взяться за перевод того или иного абзаца гораздо проще, чем когда ты берешь предложение и пытаешься прямо дотошно все перевести. Вот это как раз не тот случай. То есть здесь мы должны добиться ясности, понимания тех понятий, о которых Кант говорит. То есть не точность перевода с точки зрения структуры, хотя структура очень важна, чтобы не потерять смысл, а именно точность и ясность с точки зрения понимания мысли, которую нам автор пытается передать при помощи своих текстов. И вот сейчас, подводя итоги всего, что сказала, я бы сформулировала, когда готовилась к лекции, советы для вас, что лично мне помогает в чтении таких текстов и как вам, читателям, справиться с таким сложным текстом, если вы действительно поставите себе такую цель. Во-первых, выделять время, не торопиться и не стремиться сразу же поставить себе план, за неделю прочитаю одну книжку, Канта. Поставьте себе задачу прочитать одну страницу, это будет прям вообще глобальная задача, потому что мы понимаем, что чтение философского текста это не только чтение, но и понимание. А чтение философского текста нужно еще вообще понять те термины, которые Канта и Йо, и возможно, что даже, скорее всего, вам придется обращаться не только к переводчику русско-немецко-русскому, но и к философскому словарю, чтобы уточнить, что же понимает философия по тем или иным терминам, чтобы еще больше, ну, как бы еще глубже понять ту или иную мысль. Я не против, и всегда, ну, у меня нету категорического какого-то нет, когда студенты спрашивают, а что, можно пользоваться нейросетями? Нейросетями пользоваться можно, и я даже рекомендую, например, брать абзац Кантовского текста и в разных нейросетях, либо электронных переводчиков их вставлять и смотреть, как те или иные нейросети и переводчики справляются. И вы, это тоже увлекательное задание, вы увидите, как разница перевод, как искусственный интеллект понимает глубину мысли Канта. А потом, например, можете взять томик в хорошем переводе Канта на русском языке и посмотреть, как ученые, переводчики вместе с учеными перевели то или иное произведение. И это будет любопытно. Посмотреть, где теряется глубина мысли, кто лучше справился, да, и, конечно же, потом еще и самому попробовать перевести. То есть я, например, студентами иногда даю такое задание, на что все, мы сейчас становимся с вами переводчиками Канта, и каждый для себя делает свой перевод. Вы тоже можете завести такой файлик на компьютере либо тетрадочку и лично для себя переводить то, что вы читаете. Это потрясающее задание, оно помогает в том числе улучшить свои знания языка, посмотреть историю языка, то есть как те или иные термины понимались в то время, какие конструкции грамматические применялись в то время, каким был письменный язык. Это, конечно же, я не скажу, что это поможет вам в освоении современного немецкого языка, но сделать свои знания более объемными, более красивыми, интеллектуальными, это 100% вот такое чтение, оно вам поможет. И возможно, что в беседе с носителями языка вы потом сможете блеснуть своими знаниями и пониманием философского текста великого философа. Дальше. Поэтому не рассеете, пользуйтесь, но не доверяйте им на 100%. Все-таки перепроверяйте с русскими переводами специалистов. Дальше. То есть время. Электронными переводчиками можно пользоваться. Обязательно читайте примечания, я уже говорила, то есть примечания это не просто какие-то нудные ссылки, а это как раз забота издателя, который издавал текст на немецком языке, а вас, а читателей, чтобы вам было проще в современной реальности понимать мысли автора. Дальше. Не забывайте делать драматический анализ, то есть не читайте сплошняком текст, а все-таки сначала разберитесь, где у вас подлежащее, где сказуемое, где главное, где предаточное предложение, потому что это поможет вам последовать за мыслью автора. То есть вместе берете Канта за руку, да, и следуйте с ним вместе за мыслью, потому что он вас там будет кружить всевозможными своими интеллектуальными изысками своей мысли. Дальше. И последний, наверное, совет, более такой эмоциональный, это воспринимать чтение текстов иммунного Канта, я уже говорила, интеллектуальное путешествие, и как исследовательское путешествие. Когда мы с вами отправляемся в путешествие, то мы стараемся все-таки по возможности путешествовать не в спешке, а с тем, чтобы получить удовольствие, получить новые эмоции, новые знания. И тогда у вас не будет вот этого стресса, там все, одна книга в неделю. Вы будете потихоньку для себя открывать Канта, открывать его философские знания, его философские тексты, и что-то для себя находить лично в том, что он написал, и то, что не дает покоя философам современности, и уже на протяжении фактически двух, ну, нескольких столетий, да, люди, специалисты, философы интерпретируют его тексты, и не только философы, но и политики спорят о том, о чем же действительно говорил Канта в своих сочинениях. И вот сейчас как пример хочу вам прочитать его пару мыслей, например, и как раз показать трудности перевода, но те трудности, которые мы можем с вами осилить. вот такая мысль, очень наполненная, и, например, мы спотыкаемся о первое слово, это то есть две вещи наполняют das gemüt, и мы смотрим, что слово das gemüt это ум, да, то есть это то слово, которое уже сейчас, оно не используется в современном немецком языке, то есть две вещи наполняют ум, дальше, вот смотрите, идет то есть не просто mit der bewundern, то есть с восхищением, а он дополняется, каким восхищением, то есть с восхищением и в русском языке мы не можем как в немецком сказать, ну то есть поставить прилагательное здесь уточнение перед словом восхищением, все-таки мы его выведем в предаточное предложение, да, то есть две вещи наполняют ум, чем восхищением, которое, да, возрастает и которое становится, которое становится каждый раз новым, то есть является новым, да, то есть это восхищение, которое каждый раз, когда мы его испытываем, то есть вот она пошла уже интерпретация, да, текст, мы, оно все время новое, не повторяющееся, и дальше und er, first, это благоговение три, то есть мы понимаем, что две вещи наполняют ум, восхищением и благоговением, которые случаются каждый раз, да, и дальше уточнение, я эфта и анхайтенда зельтас нахденкенда митбешэфтиф, то есть чем чаще и постояннее нахденкен, это размышление, то есть когда человек в состоянии размышления этим занимается, то есть видите, даже очень сложно перевести точно, то есть здесь мы как бы начинаем понимать, что ум наполняется двумя вещами, которые двумя вещами, а именно эти две вещи являются восхищение и благоговение, да, нет, неправильно, ум наполняется двумя вещами, и когда мы эти две вещи, сейчас мы узнаем, какие эти две вещи, мы их испытываем, или мы их видим, да, эти две вещи, то ум испытывает восхищение и благоговение, которое все время является постоянно новым, да, то есть каждый раз это какие-то новые эмоции, и это состояние мы можем испытать именно в те моменты, когда чем чаще и постояннее мы занимаемся какими-то размышлениями, да, и вот потом он ставит двоеточие и конкретизирует, это устаревшее слово в таком высоком поэтическом стиле, да, то есть это небо со звездами, то есть это небо со звездами надо мной и моральный закон во мне, да, но то самое простое это здесь то, что можно абсолютно просто перевести, то есть видите, получается, что окей, ты должен когда сначала прочитать это предложение, потом посмотреть, какие слова новые, какие устаревшие, да, какие тебе помогают быстро понять, а потом еще понять с точки зрения содержания, так все-таки когда эти две вещи они наполняют, то есть звездное небо и моральный закон, звездное небо надо мной и моральный закон во мне, все-таки когда они наполняют ум, да, восхищением и благоговением, то есть и тогда мы делаем вывод, что на современный русский язык мы можем для себя это перевести как что каждый раз, что небо со звездами надо мной и моральный закон во мне, они как раз это те вещи, которые наполняют мой ум, но опять же при условии, если мы постоянно занимаемся размышлениями, то есть не просто что мы вышли посмотрели на звезды и сразу же наш ум восхитился, то есть нам нужно заниматься размышлением, то есть и вот это как раз такой момент, когда ты прочитал, понял, а потом ты, знаете, впадаешь в следующую фазу как бы условно перевода, ты начинаешь размышлять, ага, ну как бы применять это к самому себе, так, окей, интересно, а как же это все-таки понять, например, не только в глобальном философском контексте, да, относительно вот себя, относительно своей жизни, это действительно так, или это может быть по-другому, а в моей жизни такое бывает, и вот, вы знаете, возникает такой некий диалог с Кантом, ага, да, вот любопытно, да, то есть Мануэкан сформулировал мысль, конечно, сформулировал ее как некий философ, и очень глобально, но он же сформулировал ее в том числе для прочтения нам, чтобы мы как читатели прочитали, и вот тогда, то есть это то, что также студенты, ну, не только студенты, я тут, что я, правда, не грешу сегодня, читателей упускают, когда читают сложные тексты, то есть как бы у нас считается, что, о, я прочитаю текст, переведу, да, испытаю муки из перевода, но вступите в диалог с автором через понимание вот этой мысли, великой мысли, сложной мысли, глубокой мысли относительно себя и своей жизни, и тогда понимание вот иногда очень сложно сформулированного текста, потому что иногда ты действительно там при помощи русского языка нужно еще потрудиться, чтобы это удобово рима перевести, чтобы, например, читателю, если он будет это читать, было понятно, да, но даже хотя бы для себя сформулировать так, чтобы мне было понятно, и тогда через понимание через себя, через свою жизнь, через свои эмоции мы еще также глубже понимаем то, что хотел нам сказать Канн. Так, или вот еще, например, понятие такое «selbstdenken», да, то есть есть известная фраза Канта «selbstdenken heißt den Obersten Oberstein der Wahrheit in sich selbst». «Ин sich selbst zu suchen». То есть если вы посмотрите «selbstdenken», то слова не переводят, что такое «selbstdenken». То есть «selbst» это «сан», «денken», «думать». То есть получается, как бы мы можем перевести, что это когда человек думает сам. Но потом Кант еще дает понимание именно этого слова. «Selbstdenken» ist die Aufklärung oder nach einer gemein herrschenden «selbstdenken». То есть «selbstdenken», то есть «думать самому» это прояснение или некогда «Максима» думать самостоятельно. То есть думать самому, анализировать что-то и соответственно делать выводы. И вот здесь в этой фразе он говорит, что «selbstdenken», то есть как бы самодумание это означает самое высшее и «Проберштайн». «Проберштайн» это вот как раз пример термина из прошлого. Это «Проберный камень», который использовался для тестирования мягких металлов. И вот как раз он использует это слово, потому что в то время это было часть, то есть это то, что применялось этот «Проберштайн» на проверку например золота. Это действительно золото или нет? Так вот, и вот здесь он делает такую метафору, что самодумание, то есть когда мы думаем сами, это означает вот этот «Проберный камень» самого высокого уровня для правды. «In sich selbst», то есть как бы искать эту правду в самом себе. То есть видите, даже по-русски это сложно сформулировать. И тогда ты думаешь «Ага, а как же это так сделать, чтобы, например, если я сейчас мысль принесу другому человеку, чтобы ему тоже это было понятно, а тогда нужно посмотреть, а что же такое Зельбс Денкен?» И мы тут находим «Ага, Зельбс Денкен как-то объясняет вот так, философские слова это объясняет так. И вот она, мысль пошла о том, задружку цепляться, и у вас получается не просто перевод, а настоящее исследование того, что в одном маленьком предложении в десяти словах Кант сформулировал. То есть, например, или там «Пробирштайн», «Окей, ты перевел, например, «Пробирштайн» перевели как «Пробирный камень». А что такое «Пробирный камень»?» Ты идешь, смотришь, а что же такое «Пробирный камень»?» «Окей, выясняешь, ага, это какой-то камень, который для проверки мягких металлов». «Окей, интересно». «А как же это применить к тому, что сказал Кант?» И вот эта мысль начала движение, началось вот это исследование, и получается, что вроде сел перевести одно предложение, а в итоге получилось такое мини-исследование с большим количеством каких-то дополнительных знаний про то время и потом относительно себя, о том, как же это сейчас применять относительно своей жизни или относительно того времени, в котором мы сейчас с вами находимся. Ну вот, это кратко, что я хотела вам сегодня рассказать. Надеюсь, что вам откликнется, и я вас не сильно испугала, что Кант читать сложно. Ну, я не хочу здесь розовых очков, он говорит, что вот вы сейчас возьмете Кант и сразу все будет понятно. Но это невероятно интересно, действительно, поэтому берите книги в читальном зале, смотрите, я посмотрела, вот, когда привлекция забуглила, есть очень много опубликованного в интернете, и смело читайте, но не торопясь. Окей, есть вопросы или нет? Да, мне кажется, он может слушать, и пока нет вопросов, нужно спасибо. Я думаю, Лена, нужно выдать всем потом не пуканта. А вот подним заданием. Знаете, подключай, они такие золотые, а в влесном то есть огромные, да? Это точно золото, золото, золотые муси. Водительские сцены редких книг у нас есть тоже. У нас 19-го века, ну, может быть, может быть, там читатель-зайка, но каждый год действительно лучше. Спасибо. Хорошо. Ну, если будут какие-то вопросы, пишите. Будем вместе с вами. Да. Хорошо. Спасибо. Да. Хорошо. Да, спасибо. Обратное спасибо. Да. Да, обязательно. Да, всем спасибо. Да. До новых встреч. Спасибо. Да. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok